Искусственный интеллект Теория Хаоса самим Фейнманом, куда же без него, была названа среди трех триумфов человеческой мысли в 20 веке, после, не после, наряду с теорией относительности и квантовой механикой, естественно. При этом с тех пор, с 80-х годов, когда Фейнман об этом сказал, прошло довольно много времени. Теория Хаоса получила еще один забавный титул. В начале 2000-х в Nature было сказано, что это одна из наиболее часто неверно понимаемых важных теорий 20 века. То есть вы понимаете, где теория относительности и квантовая механика, сколько о них было анекдотов, что их никто не понимает. Тем не менее, их уже учат в школе, там уже в какой-то дошкольной энциклопедии я встречал популярное объяснение этих теорий. А вот внезапная теория Хаоса до сих пор редко даже встречается в университетах. Официального какого-то общедоступного объяснения этому нет. Но мне кажется, я понимаю, в чем дело. Мне кажется, проблема в том, что теория Хаоса очень плохо вписывается в современное представление о науке вообще. О том, как должен строиться подход к разработке теории, о том, научный подход, короче говоря. Современная наука, о чем вам расскажут в конце дня, в основном, во многом основана на редукционизме. То есть представление о том, что мы можем изолировать какое-то явление или систему, или процесс, построить его модель, проверить, что эта модель в общем совпадает, работает так же, как явление. И после этого изучать модель, потому что она чистая, в ней нет шумов, примесей, помех. И с ней очень удобно работать. Один очень уважаемый мною физик сформулировал это в запомнившейся мне фразе о том, что чтобы заниматься наукой, необходимо и достаточно понимать, что нам не нужно думать о том, как падает камень на неизвестной планете в соседней галактике, чтобы рассчитывать траекторию бильярдного шара на Земле. Это действительно верно, поскольку без этого, без такого абстрагирования мы бы ни в чем не продвинулись, ни в каком понимании. Но это абсолютно прямо и буквально противоречит основной метафоре теории хаоса, которую вы все наверняка много встречали под названием «эффект бабочки». Он представляется обычно примерно так, но изначально сформулирован довольно скромно. Первоначальная формулировка звучит так. Взмах крыла бабочки в Бразилии может вызвать торнадо в Техасе. Бразилия ближе, чем соседняя галактика, но в общем, по сути, это мне кажется чем-то прямо противоположным. Тем более, что с тех пор эффект бабочки в такой формулировке уже редко встретишь. Обычно бабочку отодвигают куда-то в другой полушарии или еще куда подальше, потому что точность вычислений растет. Но изначально Эдвард Лоуренс, который это сказал, говорил именно о бабочке в Бразилии, о торнадо в Техасе, потому что он знал, о чем говорил. Он был метеорологом. Я прошу не путать этого Эдварда Лоуренса-метеоролога с многими другими Лоренцами, Эдварда Лоуренса, потому что в науке их было очень много. В физике, в электродинамике, есть даже формула Лоуренса-Лоуренса, и это два разных Лоренса, незнакомых друг с другом, живших в разное время. Это самый скромный из них. Он был метеорологом, остался метеорологом до недавнего времени. И, в общем-то, известен только благодаря тому, что первым указал на вот такое явление. Он был метеорологом и делал прогнозы погоды. Это было в конце 60-х, и он был одним из тех, кто тогда делал математические модели погоды. Появились, наконец, достаточно мощные компьютеры, которые могли просчитывать достаточно сложные численные модели. И вот такие модели он и пытался создать. У него была неплохая модель, при этом очень простая, всего из трех дифференциальных уравнений, которая описывала одно из главных процессов, которые формируют погоду, конвекцию теплого воздуха. Это вот то, что происходит каждый день, когда солнце нагревает землю, земля нагревает воздух, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз, начинается перенос воздушных масс, ветер и так далее. У него, его простая модель работала очень неплохо. Правда, на то время она была все еще достаточно сложной и считалась медленно. Поэтому однажды, когда ему нужно было продлить прогноз, он ввел не начальные данные, а данные, которые выдал промежуточные данные, полученные в середине предыдущего прогноза. И запустил систему посчитать чуть дальше. Когда он сравнил, собственно, предыдущий прогноз и тот, который был посчитан из промежуточного, произошло, на самом деле, если вдуматься, нечто невероятное. Эти прогнозы были совершенно разными. Хотя в этих уравнениях простая система из трех дифференциальных уравнений, не было никакой случайности, никакой помехи, никакого шума. Это было просто вычисление, простое численное решение уравнений, которое, сколько его не запускает, должно всегда работать одинаково. Он был прямым человеком, он потратил очень много времени на поиск ошибки, начиная с вакуумных ламп в этой машине, которая это считала. В конце концов пришел к выводу и проверил, что единственный источник ошибки было округление, которое происходило при выводе результата на печать. То есть тот промежуточный результат, который он вводил в машину, был немножко округленным, до четвертого знака после запятой. Внутри же машины расчеты происходили вплоть до шестого знака после запятой. Это противоречило всему, то есть разница в пятом, а как он проверил и в шестом знаке, приводила к абсолютно противоположному прогнозу, по крайней мере в некотором промежутке. Так как это имело под собой физическую основу в виде конфекции воздуха, для тех, кто не очень разбирался в компьютерной технике или вычислении дифференциальных уравнений, чтобы показать, насколько это невероятно, он придумал пример с бабочкой. Потому что отличие, скажем, в скорости воздушного потока в шестом знаке сравнимо с тем, какое влияние физически на этот воздушный поток оказывает взмах крыла бабочки за 2000 километров. Это было совершенно не похоже на все системы, с которыми, в общем-то, люди сталкивались, а точнее, которые люди замечали до этого. Весь анализ систем, который шел, в общем-то, еще от Ньютона, от ньютоновской механики, говорил о том, что малые помехи на входе должны приводить к малым изменениям на выходе. Если мы стреляем из пушки почти под тем же углом почти одинакового веса снарядами, то снаряды падают почти в одно и то же место. И это до сих пор проверяется и подтверждается. Мы можем, то есть к тому моменту, к концу 60-х, с таким подходом высчитывали орбиты планет, отправили человека на Луну, запускали ракеты, обстреливали друг друга снарядами, и все работало. И внезапно система уравнений не сложнее, чем все те, которые даже во многом проще, чем те, которые, скажем, описывают планеты или поведение бильярдных шариков или артиллерийские снаряды, приводит к очень странному поведению. Самое наглядное, что придумали, чтобы это показать, и что нужно понимать, чтобы считать, что понимаешь хаос хоть немного, это такие вот представления системы в параметрическом пространстве. Здесь те самые три переменные, которые высчитываются уравнениями. То есть физически это буквально скорость воздуха, температура воздуха и влажность воздуха. И линия описывает, как какая-то локальная система этих воздушных масс может двигаться среди этих уравнений. То есть здесь она поднимается, это значит, что воздух нагревается, его скорость растет, а потом она опускается, то есть воздух замедляется, его влажность падает. Где-то здесь ураган, где-то здесь дождик. И это очень необычно, потому что такое поведение в параметрическом пространстве ранее не встречалось. Встречалось что? Это назвали странным аттрактором, потому что обычный аттрактор – это точка. Какое-то стабильное состояние, как мячик, который закатывается в лунку. Вот такая схема. Система из любой точки сойдется в точку равновесия. Или это периодичность, когда маятник, например, без трения, бесконечно будет терять энергию, ускоряться, замедляться, ускоряться, медляться. Это кольцо. Здесь происходит что-то очень странное. Система находится в каком-то замкнутом пространстве, но она не останавливается в точке, и она не уходит на периодичность. Она вращается где-то вокруг него и никогда не повторяется. Это очень важно. Траектория системы никогда ни из каких практически условий в общем случае не повторит саму себя. А еще что очень интересно у Лоренца, это то самое, что он заметил в прогнозе. Между этими двумя витками, один из которых описывает ураган, а второй простой тихий дождик, происходят внезапные непредсказуемые переключения. То есть очень близкая траектория проходит по кругу, опять и опять приводит к торнадо, а потом какая-то соседняя с ничтожной разницей между ними вдруг переключается на дождик или наоборот. И как обращаться с такими системами в общем было совершенно неясно. Столько неясно, что этого никто не заметил, и еще больше десяти лет никакой реакции на его работу не было. Пока в какой-то момент вдруг описания таких систем не начали сыпаться со всех сторон. К сожалению, нет времени подробно рассказать многочисленные выводы, которые сделала теория хаоса, прорывы, которые сделаны в описании таких систем. Но в общем-то основные понятия уже хорошо описаны в Википедии. Это этот аттрактор, о котором можно почитать подробнее, странные аттракторы. Это понятие бифуркации, это понятие фазового пространства. Но мне хотелось бы, я надеюсь, у меня хватит времени, рассказать еще об одной явлении, которая мне кажется очень важным, при этом довольно редко описанным. Оно называется самоорганизующаяся критичность. Суть в чем? Очень легко это показать даже на воображаемом эксперименте. Представьте плоскость, на которую вы начинаете по одной песчинке сыпать песок, соответственно. Долгое время не будет происходить ничего, пока у вас не окажется какая-то горка песка. Если вы будете продолжать, края этой горки будут становиться все круче, круче и круче, пока внезапно куча песка не перейдет в критическое состояние. То есть неизвестно, какая очередная песчинка может вызвать лавину. Это очень просто представить, наверняка каждый с этим сталкивался. Интересно то, что после того, как это хаотичное, типично хаотическое событие, переход после малого воздействия песчинки к макро-воздействию схода лавины произойдет, произойдет катастрофа, система не выйдет из критического состояния. Горка песка останется примерно столь же крутой и потребуется очень немного новых песчинок, чтобы опять сошла лавина. Никакое количество песка, падающее в том же темпе, не выведет эту горку из критического состояния. Лавины будут сходить вновь и вновь, причем их размер тоже может быть любой. Это могут быть как малые оползни, так и огромные явления, которые будут задевать 20, 30, 40% всего песка в горке. И все равно она будет оставаться очень близкой к критичному состоянию. Это очень интересное явление, которое, встречая явление самоподдерживающейся, самоорганизующейся критичности, которая сейчас, судя по всему, обнаруживается повсеместно. Оно обнаруживается в теории эволюции, оно обнаруживается в популяционной динамике, в социальной динамике. Стив Манн, который главный по внешней политике США в нашем регионе, написал обширную статью о теории хаоса, в которой обосновывает, что именно такой динамикой описывается современное состояние политического мирового сообщества, динамикой самоподдерживающейся критичности, когда любое последствие может непредсказуемо вызвать катастрофы. И более того, эти катастрофы происходят прогнозируемо регулярно. Нейроны в мозгу, в мозг в целом, постоянно находятся в состоянии самоподдерживающейся критичности, об этом пишут даже в книгах по психоаналитике, поскольку любое воздействие может непредсказуемо, ну, слабо предсказуемо вызвать каскадное срабатывание нейронов. Их не нужно накачивать всей энергией, которую они отдают. Малое количество энергии вызывает срабатывание, и после этого они готовы срабатывать вновь. Именно это, собственно, позволяет нам мыслить. Ну и не только нам. Есть очень много примеров теории хаоса. Суть в том, что сейчас теряется противопоставление. Это двойной маятник, вы уже им заворожились. Если двойной маятник, который описывается простым уравнением, которое привел еще Ньютон, запустить совсем небольшой разницы два двойных маятника, они очень быстро рассинхронизируются. Суть того, что я хочу сказать в том, что если раньше теория хаоса противопоставлялась, например, опять-таки, Ньютоновской механике, что любят противопоставлять, считалось, что Ньютоновская механика описывает простые системы, теория хаоса описывает очень сложные системы. Сейчас теория хаоса наступает. Если хочешь, чтобы теория хаоса... Оказывается, что если присмотреться повнимательнее, теория хаоса обнаруживается и в простых системах. В двойной маятнике, любимой модели Ньютона, в бильярдном шаре, о котором говорил уважаемый мой физик. Если у бильярдного шара достаточно малое трение, и за ним наблюдать достаточно долго, он хаотичный. Если скруглить края бильярдного стола, он сразу становится хаотичным. На третий-четвертый удар вам не хватит никакой точности измерений, чтобы предсказать, по какой именно траектории он пойдет. Если насыпать на бильярдный шар много шаров, между которыми шар будет отбиваться, то даже компьютерные модели сбоят из-за неточности хранения числа с плавающей запятой. Солнечная система, как выяснилось, в 2012 году почти что экспериментальным путем является хаотической системой. В 2012 в Nature публиковали статью о симуляции Солнечной системы в масштабах сотен миллионов лет с точностью начальных условий в 5 сантиметров. Так вот, траектории, отличающиеся на 5 сантиметров, через 500-800 миллионов лет могут приводить к тому, что Меркурий сталкивается с Марсом или не сталкивается с Марсом, или сталкивается с любой другой планетой Солнечной системы. На самом деле суть этого не в том, что через 600 миллионов лет планеты будут летать как попало, они все еще будут летать по орбитам. Просто характеристики этих орбит мы сейчас в принципе не можем предсказать, так как наша нынешняя точность измерения орбиты — это примерно метры. Более того, ладно, точность измерения растет. Когда мы запустили эту штуку на Луну, Сатурн-5, мы ею сдвинули орбиты Земли на те самые примерно 5 сантиметров. И таким образом, если считать, что мы все об этом знаем, то мы привели к тому, что через уже 200 миллионов лет Земля будет на 180 градусов дальше по орбите вокруг Солнца, чем она могла бы быть, если бы мы не полетели на Луну. А это ведь не единственная ракета, и в общем мы, видимо, еще не все знаем, и не все сделали. Тут очень сложно привести к какому-то позитивному выводу, потому что получается, что большинство систем, которые мы наблюдаем, хаотичны, и это значит, что мы, во-первых, не можем их предсказывать, либо точно, а во-вторых, мы не можем ими управлять, потому что мы не знаем, как на них влияет наше воздействие, потому что мы не можем предсказать систему после нашего воздействия на нее. Да, я пытаюсь вас отвлечь. Это очень позитивный конец, потому что нам все равно надо как-то с этим жить. Нам на самом деле нужно как-то действовать в таком, мире, в хаотичном, который и для этого нужно понимать, что хаос совершенно не в философском смысле является высшей формой упорядоченности. Нам нужно понимать, что вот те орбиты, которые мы наблюдаем, как странную мешанину, они непредсказуемы в деталях, но обозримы в общем. Нам очень выгодно на самом деле то, что все эти системы хаотичны, потому что в хаотической системе малое воздействие, малые затраты энергии позволяют нам добиться больших результатов. Иногда непредсказуемых результатов, но это уже не самое важное. Главное, что это дает возможности. Если бы мы могли управлять системами, только напрямую толкая их туда, куда нам нужно, мы бы не выбрались далеко. Мы бы, скорее всего, не добились даже того, чего добились. Поэтому, в общем-то, я пришел к выводу, что можно призвать вас, если вас что-то не устраивает в том, как ведет себя окружающий мир, усложняйте его, добавляйте в него новые элементы, делайте непредсказуемые действия. Потому что это может привести к соблазну не делать вообще ничего из страха, что последствия непредсказуемы. На самом деле ничего страшного не произойдет. Даже система Лоренса, она не улетает никуда. Меркурий врезается в Марс, но это очень маловероятно. Из двух с половиной тысяч симуляций такая была всего одна. Все остальные были просто, более, просто интересные. Живите интереснее. Спасибо за внимание. Я обещал котика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!